Лучшее лечение – это профилактика, говорят врачи. Есть много способов, чтобы предотвратить массовое распространение вирусных инфекций, от народных до традиционных медицинских. Бабушки советуют употреблять настои трав и полезные продукты, а врачи рекомендуют в общественных местах не появляться без одноразовых медицинских масок. Сегодня данные Роспотребнадзора свидетельствуют о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным оперативного мониторинга, на территории республики зарегистрирован рост заболеваемости, ОРВИ на первой неделе 2017 года. За неделю зарегистрировано 1584 случая, госпитализировано 246 заболевших людей. Руководителям образовательных организаций рекомендовано при отсутствии 20 и более процентов детей обеспечить приостановление отдельных групп в садиках, отдельных классов в школах и в средних и высших учебных заведениях. И если отсутствует 20 процентов и более во всем учреждении, то приостановление всего учреждения. Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ каждый решает сам. Кто-то пользуется бабушкиными советами, а кто-то следует медицинским указаниям. Сегодня наиболее эффективный способ не дать развиться осложнению, то есть воспалению. Это вовремя принятая вакцинация. Это врачебная аксиома, но и дополнительные меры не повредят. В рацион нужно включать продукты, богатые витаминами, вести здоровый образ жизни, одним словом, укреплять свой организм. Профилактику, повышать иммунитет естественный, закаливание. А вот именно в это время можно противовирусные препараты в профилактической дозировке принимать. Чеснок, лук, имбирь. Защитные маски надо одевать. Наверное, маски одевать, еще что, нужно лечиться, лекарства принимать, врачам надо сходить обязательно. Да я не знаю, я не болею. Также отличными мерами профилактики являются элементарные правила гигиены. Нужно тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их специальными растворами-антисептиками, которые можно приобрести в каждой аптеке, использовать одноразовые платки и носить медицинские маски. Если вы все-таки заболели, не стоит заниматься самолечением. Следует немедленно отправляться на прием к врачу. В поликлиниках республики прием больных был продлен до 8 часов вечера. По профилактике, значит, респираторных заболеваний предлагается почаще проветривать помещение, мыть руки, чихать носовые платочки. И сейчас объявлен масочный режим. Если вы почувствовали, что у вас начинаются все признаки острого респираторного заболевания, лучше на прием к врачу не ходить, вызвать врача на дом. Начало и середина января в Туве – самое гриппозное время. Врачи это связывает с активизацией людских контактов. Приезжают студенты из других регионов на каникулы, а ученики погружаются в свою школьную среду. Следите за своим здоровьем и здоровьем своих детей. Самое гриппозное время. Держите ноги в тепле. Благодарю вас.